А всем привет с канала Брим Тим. И это наш новый видеоролик в оружейной тематике, который название мы дадим позже. У нас с Кристиной давно есть арбалет Монкунг МК-80. Суть его, что это пистолетный арбалет. И вот сейчас запишем видеоролик, насколько он может быть мощным и теоретически чем можно защищаться от такой вещи. Сила его натяжения не совру, сказав, что до 90 килограмм. Единственное, что тетива уже старая и чуть-чуть размахрилась. То есть даже видно на камере, но поставлю скоро новую. Принцип его взведения это рычаг и имеется ручной неавтоматический предохранитель. Его прицельные приспособления это регулируемый целик и мушка. Также можно на него зафиксировать прицел типа ласточкиного хвоста. Калибр метаемых снарядов его это арбалетные болты 6,5 миллиметров. Выполнены корпус их либо из пластика, либо из алюминия, но с остальным наконечником, который довольно таки острый. Вот по такому типу выглядит болт. Много уже было снято с ним экспериментов, всяких видеороликов на ютубе. Но можно сказать одно, что при его силе натяжения и при конструкции болта попадание в человека гарантирует тяжелую грамму либо смерть. Поэтому не играйтесь и не направляйте вот эту вещь на людей. А сейчас у нас тут есть несколько мишеней, которые представляют из себя кусок гипсокартона, кусок металла, это какая-то алюминиевая-силуминовая тарелка, вспененный материал по типу пеноплекса, толстая доска именно выпиленная и кусок ДВП. Посмотрим, что пробьет, чем можно от него защититься в теоретической такой ситуации. Первым, наверное, у нас будет это кусок гипсокартона. Стреляем примерно с 2,5-3 метров. Все пропало. Болт у нас улетел, да, кстати, при его силе натяжения. Так, попадание по гипсокартону взял немножко в край, но все равно. То есть пробило без всяких каких-либо на то преград. Гипс разрушился и сквозное отверстие. Единственное, что для чистоты эксперимента, сейчас запустим прямо с руки в мишень и посмотрим насколько он войдет в землю. Точнее даже не в землю, если он его не пробьет, а насколько арбалетный болт вообще войдет по длине в гипс. Зарядили мы арбалет, держим прямо в руке. Вот на такую длину он выходит и останавливается там, где идет оперение. То есть эксперимент подтвердился. Наш гипс не защитит, я думаю, только 3-4 вот такие плиты гипсовые. Кстати, что входное, что выходное отверстие, они приблизительно равны между собой. Дальше у нас пойдет, наверное, это наша крышка алюминиевая. Повреждения на ней уже были до этого, но сейчас попал ровно вот сюда. Это тоже все отверстия от болтов, мы стреляли еще до видео. Повреждения вот такие, то есть 2-2,5 мм алюминия, который к тому же типа не сгибается, довольно прочный. Пробивает без проблем, но останавливает ввиду плотность и болт дальше не заходит. Хотя отверстия его калибра. Алюминиевой крышкой мы защититься, как видимо, тоже не можем. Далее у нас пойдет пеноплекс. Это вон желтая мишень, зафиксированная наподобие ветки сухой. Ну, что и следовало ожидать от попадания в пеноплекс на вылет. Пробило на вылет и за счет того, что оно мягкое, обволакивает само тело патрона, в нашем случае болта, стрелы, просто замедлилось и воткнулось сзади в землю. Пеноплекс тоже не защитит. Далее у нас идет, наверное, ДВПшка. Это мишень длинная, которая стоит вертикально. Ее я тоже уверен, что пробьет. Здесь даже смысл не отнес, но пока нет. ДВПшку пробило даже дальше оперения. То есть входное отверстие и выходное. Я вот думаю, если, кстати, объединить их вот так вот три, их вряд ли пробьет. За счет того, что они будут тормозить друг друга и рушатся от этого. Чтобы поставить их сейчас вместе, сделаем вот так вот. Там сейчас три материала, в которые мы стреляли сейчас. Кстати, болт целый, наконечник даже не погнулся и стрела сама тоже. Бронежилет, сделанный из такого материала, держит арбалетный болт. Единственная вот такая вот выпуклость, бугорок появился. Значит, этот пробил он без проблем. Выходное. Дальше в пеноплексе затормозился. И вот сюда вошел уже с остатками скорости. Если приложить к телу, я думаю, выстрелить, будет просто очень больно от удара, но не пробьет. И последняя мишень, которая у нас осталась, это цельно выпиленная доска. Дерево, даже не буду говорить, что это, береза липа, я не в курсе. После выстрела вот что произошло. Это то, из чего можно против арбалета делать бронежилет. Вот такой толщины доска. И как видим, арбалетный болт потерял наконечник. А наконечник-то сам и сидит теперь вот здесь. Получится его... Нет, его только пассатижами вытаскивать теперь. Опа, не, вот вытащил. То есть так же он не помялся нисколько. А яма представляет из себя что-то вот такое отверстие. То есть болт проминал дерево, но не рушил его. А с этой стороны нету даже бугорка. Потому что вот это вот отверстие, это от другого попадания. Так что вот такая вещь вас защитит. И сейчас что хочу показать, это не буду говорить как, но для такого арбалета можно сделать разрывные патроны, как в фильме Рэмбо. Сейчас Кристина поможет мне переставить телефон и мы зафиксируем этот момент. Пошли. Итак, мы подошли к бетонному столбу, то есть мы делаем все безопасно. Кристина стоит в толстых пластиковых очках, а я просто знаю, что со мной ничего не будет. Хотя это тоже, это пренебрежение техникой безопасности, об этом не забывайте. Значит, не буду открывать тайну, как изготовить разрывной болт. Единственное, я покажу, что он делает. По моей методике изготовления, работает только на твердых поверхностях, то есть бетон, асфальт, а вот по мягким мишеням не срабатывает. Не знаю, было ли у вас слышно полный этот взрыв, болт сразу же откидывает, болт также с ним ничего не происходит. Единственное, он опаляется, то есть на нем сажа, нагар, но никаких повреждений он не получает. И вот сам корпус взрывного элемента, то есть его раскурочивает, он опускается по болту вниз и болт за счет реактивной тяги может пролететь дальше. Думаю, на этом видеоролик наш по арбалету этому подошел к концу. Поснимаем, может быть, с ним еще что-то, как минимум придет тетива, наверное, запишу видеоролик, как ее менять, потому что это отдельный вид мазохизма. А так, то есть это довольно офигенная вещь, которая продается на многих сайтах и во многих даже развлекательных магазинах, но не в детском мире, конечно. И поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте, что тем самым вы помогаете нам и увидите видеоролики в числе первых. С вами был Брим Тим, пока!